всем добрый день сегодня у нас на распаковке бокс для жесткого диска либо обычного либо твердотельного на два с половиной дюйма фирмы орика пришло это вот так вот экстетичной форме то есть именно минималистичной а именно только пришли непосредственно сама упаковка жесткого диска и кабеля то есть отправитель сэкономил на упаковке картонной так ну и давайте посмотрим что здесь находится здесь находятся кабели для подключения так ну чтобы в двойном экземпляре не смотреть 1 нот ложим кабель находится usb 3 нот то есть но и позволяет скорость до 5 гигабит секунду дальше инструкция на китайском и английском языке так и непосредственно бокс ну и как говорил уже кабель так прозрачного типа чтобы было видно что она находится внутри так здесь находится кабель usb 3.0 вскроем то есть ну и кабель подключения непосредственно к боксу Так, ну, кабель длиной где-то 40 сантиметров 50 максимум. Так, ну, и упаковка самого жёсткого диска в виде коробки. То есть, он в ноябре месяце изготовления 2017 года. То есть, ну, а получен в 2018 году. Всё, он идёт прозрачно. Почему был куплен прозрачный? Потому что есть у меня, например, вот такой диск, который куплен был изначально, написано Seagate, а внутри находится жёсткий диск Самсунга. Ну и если есть возможность у Seagate взять коробку и поместить другой жёсткий диск, который вышел из строя сразу же после гарантийного срока. Но теперь лучше покупать именно отдельный бокс для того, чтобы ставить именно то, что хочешь поставить туда внутрь. Кстати, есть и Western Digital. У них такая же коробка, но ещё и хуже, если русский диск выйдет из строя, то коробку нельзя будет использовать, потому что плата с присоединяющейся сериал от А третьей версии, там идёт от жёсткого диска до точки подключения. Давайте вскроем наклейку. Так, надвигается следующим образом. Так, ну и помещаем жёсткий диск Toshiba. Сериал от А третьей версии. Причём в магазине он продавался почему-то сериал второй версии, но, как выяснилось, магазин накосячил и получился третьей версии. Так, вот вставляется. Так, ну и вот так вот выглядит. Данный бокс. Так, ну и давайте подключать наш USB-бокс Орико для жёстких дисков непосредственно компьютером. В виде того, что здесь нет USB 3.0, то есть мы воспользуемся карточкой. Экспресс-карт на USB 3.0, два разъёма. Распаковка тоже была на моём канале, можно посмотреть. Так, ну и вставляем. Так, ну и в результате происходит следующее действие. То есть, как слышим, диск определился. Так, и прекрасно работает. Здесь есть светодиод внизу, который начинает работать. То есть, вот мигающий красный, когда вы прикасаетесь, либо переносите данные. Либо копируете на этот диск, либо с него. Так, давайте подключим бокс Орико жёстким диском к этому компьютеру. Так, как видим, всё у нас подключилось. Отлично. То есть, это диск G. Так, ну и давайте проверим скорость записи и чтения. Так, как видим, у нас здесь четыре диска. Первый диск C-система, второй диск это OctiBase. Стоит два логических диска на одном. Так, и вот наш диск с интерфейсом подключения в боксе. Орико. Так, как видим, там стоит Toshiba. То есть, поддерживается сериал ATA третьей версии. Ну и USB 3.0 тоже это поддерживает. Так, в настоящее время состояние нормальное. Того диска, который лежит непосредственно в боксе Орико. Так, ну и следующий момент. Давайте протестируем скорость при помощи стандартной программы. Так, для этого убираем диск G. Так, ну и начинаем тестировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, мы протестировали жесткий диск, находящийся внутри бокса Орико. Ну и ввиду того, что там обычный твердый, находится жесткий диск. HDD, Toshiba. То есть вот получили такие результаты. Если бы стоял твердотельный накопитель SSD, то и результаты были другие. Так, здесь мы закрываемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и давайте сделаем следующее. Вживую посмотрим какой-нибудь файл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скопируем на жесткий диск, в том, который находится сейчас в боксе Орико. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте вот этот возьмем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, копируем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И переносим. Ну и смотрим скорость в записи на этот диск через интерфейс 3.0 при помощи бокса Орико. Так, давайте удалим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, и сейчас сделаем следующим образом. То есть подключим не USB 3.0, а к USB 2.0 и проделаем ту же самую операцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот мы подключили. Опять открываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и ввиду того, что мы уже скопировали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть здесь получается вот такие результаты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующих видео. Всем удачи и до свидания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА